А раз, два, три, четыре, складочка, а раз, два, голову подняли, голову, а раз, два, три, четыре, утюжок сделали, пять счетов на правую, пять на левую, стопу вторую натянули. Сегодня Елена Пантюхина – один из самых уважаемых тренеров в нашем городе. За время своей работы воспитала более десятка мастеров спорта. Многие ее воспитанницы успешно выступают на соревнованиях, а некоторые из них и сами выбрали работу тренера. С каждым годом все больше девчонок хотят заниматься самым красивым и изящным видом спорта. Трудно представить, что 21 год назад в Бердске вообще не было секции по художественной гимнастике. Мне сказали, что в городе нет у нас и никогда не было гимнастики. Конечно, это хороший, красивый вид спорта женский. Очень много видов спорта, но чисто женского нет. Я говорю, давайте попробуем. Ну, конечно, было очень тяжело. Не было базы, не было ставок. Благодаря упорной и целенаправленной работе уже в 1996 году в Бердске был проведен первый турнир по художественной гимнастике памяти Игоря Лелюха. Соревнования собрали несколько десятков спортсменок и не только из Бердска, но и из Новосибирска и Казахстана. Именно этот турнир стал первым значимым событием в истории художественной гимнастики нашего города. С тех пор он проводится каждый год. Елена Геннадьевна очень гордится своими воспитанницами и с удовольствием о них рассказывает. В 2008 году ее подопечная Вероника Гусельникова стала победительницей детских олимпийских игр, которые проводились в Якутии. Вероника Гусельникова у нас выиграла эти детские игры. Мы привезли четыре золотые медали. Получается в многоборье и в каждом отдельном виде. Елена Пантюхина стала не только первым тренером по художественной гимнастике в нашем городе. Она также выступила инициатором и организатором соревнований для самых маленьких – «Снегурочка», которые проходят традиционно в преддверии Нового года почти два десятка лет. Взяв за основу соревнования в Бердске, их стали проводить и в других городах. В каждом из них за лучшую технику и артистизм выбирают свою «Снегурочку». Я занимаюсь Еленой Геннадьевной с двух с половиной лет. Она добрая, научила многому. Хочу ей пожелать счастья, чтобы все было хорошо. Елена Геннадьевна научила нас делать переворот, равновесие. Научила работать с предметами. Желаю ей счастья, здоровья и всего самого лучшего. Тренируя своих воспитанниц, Елена Пантюхина вспоминает, как ей самой было нелегко поначалу тренироваться. Однако к каждой девочке опытный тренер умеет найти свой подход. Я когда пришла в зал, а там ленточки, там мячики, там обручи. Все это было так красиво, но это так трудно, это так сложно. Вот эти начались растяжки, когда не хочется. Я сейчас очень понимаю детей, ну и я ставлю себя на их место, и да, это тяжело. Надо, чтобы преподавать им был интересен, чтобы заинтересовать, фразы какие-нибудь найти, чтобы и смешно, и как бы и невольно. Ну, где-то, конечно, и построже, ну и где-то и пряником. Художественная гимнастика не только очень красивый, но и трудоемкий вид спорта. Тренировки шесть дней в неделю, соревнования помогают девчонкам стать организованнее, правильно распределять и ценить свое время, а также учат взаимовыручки. Они ездят по городам, они много видят, у них поведение другое, они знают культуру поведения, как со старшими разговаривать. Они уважают маленьких. То есть у нас, например, старший ребенок, он отвечает в поездках за маленькую, чтобы она была одета, правильно, с прической была. Обязательно накормить, не пропустить, чтобы она никуда одна не пошла. А маленькие, они ухаживают для старшего. Нужно унести диск, там проверить, сказать «молодец», там поддержать ее. И вот эта вот взаимовыручка на соревнованиях, на тренировках, все это то же самое, это большую роль играет. Ну, я думаю, что девушки красивые становятся, красивыми мамами становятся, ну и красивыми женщинами в итоге. Ну и, конечно же, как и в любом виде спорта, в художественной гимнастике нужно очень стараться и верить в себя. И тогда обязательно то, что сегодня кажется невозможным, со временем можно будет сделать просто, легко и красиво.